В Курской области немало интересных туристических маршрутов, куда всей семьей можно отправиться на экскурсию. Глушковский район особенный, пограничный, с живописной природой и богатым прошлым. Экскурсия от истоков до наших дней. По самому сердцу поселка Глушково. Двухчасовая интеллектуальная прогулка. История этого живописного уголка началась еще в 1647 году. Как раз в 17 веке началось московское государство устраивать границу. И сюда приходили служилые люди для того, чтобы нести вот эту службу приграничную. И за хорошую службу им выдавались на дело земли. О пограничниках того времени, беглых крестьянах и первых землевладельцах лишь в нескольких словах. Главный исторический период, до сих пор запечатленный на местных улицах, конец 19-го, начало 20-го веков. Главные герои – помещики Терещенко. Терещенки были такие предприимчивые люди, они узнали о том, что можно заниматься сахароварением. И поэтому они на этих землях стали выращивать сахарную сеплу. На тот момент это было новое такое производство. И дело пошло. В Теткино был устроен сахарный завод. И безотходное производство шло такое винокуренный завод рядом и мельница. То есть все друг другу помогало. В самом поселке Глушково правил бал Семен Артемьевич Терещенко. В наследство от отца он получил суконную фабрику. Целая россыпь зданий, связанных с этим производством, до сих пор украшает улицы поселка. Это здание называлось тогда контора суконной фабрики. Напротив этого здания находится сейчас в данное время районный военкомат, а раньше там располагались квартиры для служащих. Бывшая контора, а теперь спортивный комплекс, территориально окраина Большого парка. Именно здесь и располагалась усадьба Терещенко. Дом возвышался на берегу реки, на каменном фундаменте, но с деревянными стенами. В 1916 году он сгорел. Если представить, как было в то время, мысленно перенестись, то можно представить барыню, так скажем, с тремя детьми, которая сюда выходила на терраску, ставила чай. И вот с тремя своими маленькими сыновьями она здесь отдыхала. Отдыхала и любовалась пейзажами. Береговая линия тогда, конечно, выглядела иначе. Вдоль реки в то время была дубрава большая. Она была, в общем, использована сначала у нас рядом село Серповка, сгорела. И вот говорит о том, что вот милосердные были Терещенко, что он полностью свой лес использовал для того, чтобы восстановить село. Социальная ответственность бизнеса – современный термин. Но в былые времена она была даже больше развита, чем сейчас. Помещики Терещенко на помощь не скупились. Для тех людей, которые приходили, например, из соседних сел и не могли каждый день возвращаться к себе домой, то были выстроены бараки, ну так называемое общежитие, где люди могли после работы отдохнуть и заново заступить на смену. В заботе о заработке богатые предприниматели не забывали и о духовном. Троицкий храм – одно из первых каменных зданий в Глушково. Его построил еще в конце XVIII века помещик Казьма Матвеев. В 1822 здесь затеяли серьезную реконструкцию в честь десятилетия победы над Наполеоном. Внесли свой финансовый вклад в это благое дело и Терещенко. Этот храм просуществовал до 1933 года. Затем была разнарядка Совнаркома разрушить храм. Но люди писали письма и просили, чтобы оставить этот памятник архитектуры. К сожалению, эти письма не вовремя дошли до правительства Москвы и наши большевики здесь разрушили и полностью колокольню и снесли купол. В руинах храм простоял больше 40 лет, а в середине XX века разрушенные стены отреставрировали, а само здание достроили. Здесь разместился районный дом культуры. Он работает и сегодня в окружении тенистых парковых аллей. Сергей Павлович Потемкин начал первые закладки этого парка. Поэтому вот мы считаем, что примерно в 1848-50-х годах началась закладка этого парка. Здесь остались дубы, липы тех времен, а уже помещик Терещенко продолжен. И остались здесь еще и каштановые аллеи, которые посажены еще в конце XIX века. В далеком прошлом начинается и история суконной фабрики. Она была основана в 1719 году. Тогда здание было одноэтажным. Производство переживало периоды взлета и падения. Работала фабрика и при советской власти. Первое назначение это было, чтобы снабжать армию сукном для пошива шинелей. В советское время здесь не только сукно и ватин производили, но еще такие, как вельвет. Очень много шерстяных тканей, плательных, костюмных и драб производился. А потом предприятие закрылось. Но его историю до сих пор хранят стены старого здания. Буквально в нескольких метрах от него расположен еще один, не менее интересный объект. Изначально его строили для семьи, управляющего фабрикой. Здесь жила семья управляющего. Здесь также был при помещике Терещенко клуб для фабричных рабочих, куда люди могли приходить играть. У нас здесь был свой театр, который потом перешел и в советское время и назывался, как по всем местам, такие голубые блузы. В народе этот дом называют «горелым». В 1916 году его выкупила немецкая компания. Чтобы получить компенсацию от страховщиков, здание специально подожгли. Кстати, то же самое новые владельцы хотели сделать и с фабрикой, но на ее защиту встали рабочие. А вот дом управляющего отстоять не удалось. Он серьезно пострадал. Только в 1954 году его восстановили и дали таким вот передовикам производство. Башенки-фиалки и узкие окна. Эта постройка – классический пример неоготического стиля. В конце 19 века вход украшали еще и цветные витражи. А располагалась здесь больница с терапевтическим, хирургическим и лоротделениями. Здание отапливалось каминами несколько, дровами. И вот нужно было, например, в течение суток протапливать его, чтобы потом по воздуховодам расходился этот теплый воздух и отдавало от стен. И кирпичные стены были с воздушной прослойкой, и также внутренние деревянные тоже. Вентиляции вообще было уделено особое внимание. Специальные воздуховоды не только грели зимой, но и освежали летом. Вокруг здания высаживались такие кустарники, как жасмин, сирень, те, которые пахущие. И вот мы сейчас пользуемся освежителями воздуха, а тогда этот воздух заходил извне именно вот таким образом. Благотворительная деятельность предпринимателей Терещенко не осталась без внимания и награды. Именно за добрые дела семья получила дворянский титул. Очень много они строили приютов для детей бездомных, больниц строили, церкви, а также ремесленные училища. И на их родовом гербе было написано «К общественным пользам». Раньше родовой герб украшал главные ворота в парк. Теперь на его месте герб Российской Федерации. Кстати, каркас сохранился с 19 века, а вот сами ворота новые. Оригинальная ковка была утеряна в годы Великой Отечественной войны. Тем страшным событием в парке посвящен свой уголок, памятник и братские могилы. Здесь похоронены местные герои Маша Васильева и Отто Адам. Маша была связной, она работала в рыльской комендатуре, где и познакомилась с Отто Адамом. Он ей помогал, предоставлял информацию, помогал ей даже выносить взрывчатку. И всю информацию, которую она получала в комендатуре, она носила в так называемую глухую почту, в дупло. Таким образом люди, партизаны узнавали списки людей, которые должны были угнаны быть в Германию. За время оккупации с октября 41 по сентябрь 43 больше тысячи жителей района было угнано в Германию. На фронт отправилось свыше 19 тысяч человек. 6 721 боец домой не вернулся. Глушковцы бережно хранят свою историю и готовы рассказать о ней гостям, приезжающим в этот отдаленный уголок Курского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова